Важно и дальше действовать наступательно и эффективно. Мало того, что эти требования заведомо неприемлемы, а переговорный процесс Москва сознательно заблокировала, нарушив все правила дипломатического взаимодействия, долгосрочные юридические обязывающие гарантии, которых добивается Путин, сам он заранее объявил ничтожными. Нам нужны долгосрочные юридические обязывающие гарантии. Мы с вами хорошо знаем, и этому-то нельзя верить, и этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям. Потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны. Легко. Заявил он на коллегии Минобороны. Забыв упомянуть, что страна, которой он управляет уже более 20 лет, сама нарушила Будапештский меморандум. Что это? О неприкосновенности границ Украины. Легко. Вначале оккупировав и аннексировав Крым, а затем часть территорий Донецкой и Луганской областей. Это невозможно остановить. В довершении надругательства над любыми международными договоренностями, Рябков заявил, что все гарантии безопасности, предоставленные Украине по Будапештскому меморандуму, обеспечены и соблюдены. Ну да, да. Ситуации зашкаливающего кремлевского хамства и шантажа, любые контакты по поводу гарантии безопасности выглядят как уступка Кремлю. Пока что речь идет о российско-американских телефонных переговорах на уровне президентских помощников. Юрий Ушаков в понедельник вновь созвонился с Джейком Салливаном. Американская сторона подтвердила готовность к дипломатическим контактам, в том числе двусторонним. При этом подчеркивается, что любой диалог будет тесно координироваться с европейскими союзниками и партнерами. Вашингтон повторяет, право суверенных государств выбирать партнеров и союзников – ключевой принцип европейской безопасности. Отношения НАТО с Украиной касаются только Украины и 30 членов Альянса. А на наши законные вопросы, не считаете ли вы вас нужным и нужным, с нами обсудите эти проблемы? Нет, вас это не касается. Столь же твердо высказалась министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Во время визита в Литву – первая страна, которую она посетила в новой должности. Россия не может диктовать Альянсу его политику. Нейтральные страны Европы тоже не приемлют никаких российских сфер влияния на континенте и запретов на членство в НАТО. Мы не собираемся вступать в НАТО ни сейчас, ни позже, но это сугубо шведское решение, которое больше никого не касается. заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист. По мнению бывшего американского дипломата Дэниела Фрида, американская администрация после небольших колебаний выработала консолидированный курс «Честная дипломатия, военная помощь Украине и варианты санкций при солидарности Запада». По информации Фрида, не последнюю роль сыграла позиция стран «бухарестской девятки». Байден встречался с их лидерами неделей ранее. А это, как мы знаем, это всегда сигнал. Чего на самом деле добивается Путин, до предела повышая градус конфронтации, для большинства независимых комментаторов новые агрессивные авантюры Кремля неотделимы от проблемы престола наследия и транзита власти и собственности. Я так думаю, что нормальный у нас царь. Ну что вы. Вот как происходящее прокомментировал публицист Александр Хоц. Со временем становится яснее, к чему режим затеял громыхание военными железками возле границ с Украиной. Дело не только в страхе перед расширением НАТО и борьбе за сферу имперского влияния. Как сначала казалось, путинский проект договора с коллективным Западом – более глубокий документ экзистенциального характера, отражающий страх режима перед логикой истории, которая, естественно, толкает Россию по пути европейского развития и слома диктатуры. По сути, весь проект договора с Западом – это отчаянный крик с призывом остановить историю, заморозить распад путинизма по причинам его внутренней порочности. Это попытка сделать вид, что причиной провалов социального строя является влияние Запада и поддержка Навального, как это было в СССР, который искал причину деградации в диссидентах, антисоветской агитации и западной пропаганде. Это было всегда. Хотя все было намного проще. Режим осточертел, потому и рухнул. Мнение историка и публициста Александра Скобова. По-видимому, в Кремле уже принято решение о сворачивании связей со странами свободного мира, не только экономических, но и всех прочих, в том числе и информационных, то есть взят курс на реализацию всевозможных проектов «Крепость Россия» на превращение России в Северную Корею. Что здесь плохого? До сих пор сравнения с Северной Кореей представлялись все же преувеличением, но сегодня они таковыми уже не кажутся. Это будут очень глубокие и болезненные изменения во всем укладе современной жизни. И, конечно, для столь резких изменений нужен очень увесистый повод. Вот Кремль и ищет такой повод. Возможно, в его сценарии входит и маленькая войнушка в Украине. То есть им кажется, что она будет маленькой. К глобальному военному столкновению с НАТО не приведет, но пойти на разрыв экономических связей страны Запада заставят. А там можно говорить, что это они первые все связи стали рушить и перекрыть интернет. Глеб Морев, литературовед-журналист. Разговоры об идейной подкладке, происходящей эскалации, стремлении к воссозданию СССР кажутся смехотворными. Основной целью Путина, объективно подходящего к завершению цикла своего политического и физического существования, является закрепление результатов 20-летнего пребывания у власти. В этом же вся проблема. Пример Ирана показывает российской власти, что и в состоянии мирового застоя существовать вполне можно и даже наращивать потенциал ядерного оружия. Ну, интересная же идея. Очень легко вообразить, что будет с империями Ротенбергов, Ковальчуков, Чемизова, Тимченко, Сечина и прочих при неконтролируемой ими же передаче политической власти. Пам-пам-пам. Тук-тук. Также не хочется, чтобы период стабильности оказался ограничен периодом физического существования патрона. В этом случае выйдет, что, как говорила моя бабушка, копили на золотой гроб. Отсюда сегодняшняя подготовка через срыв переговоров к эскалации с последующим превращением в осажденную крепость, внутри которой легко контролируются все связанные с транзитом власти процессы. Это такой тупик. Я не очень понимаю, как из него можно выйти. Продолжение следует...